Здравствуйте дорогие друзья, гости и подписчики канала Чуча ТВ. По вашим многочисленным просьбам, сегодня мы разберем очень важный дефект печати, называется воблинг. Данный дефект иногда путают с горизонтальными полосами, о которых я рассказывал в предыдущем видео. И это не удивительно, ведь они очень похожи. Итак, друзья, в чем же главное отличие между горизонтальными полосами и воблингом? Горизонтальные полосы, а вернее я бы сказал бы неравномерная укладка слоев, возникают как раз не по механическим причинам, а температурным. Например, если у вас не откалиброван стол, из-за постоянных скачков температуры пластина начинает выгибаться. И конечно же деталь начинает то приподниматься, то немножко опускаться. Поэтому и высота слоя естественно тоже будет меняться. Такая же температурная ситуация может возникнуть не только со столом, но в большинстве случаев как раз именно с хотендом. Потому что неправильная калибровка хотенда или выставление в прошивке неправильного термодатчика и его конфигурации может привести к колебанию именно температур хотенда. На моей практике встречались колебания хотенда до 30 градусов. Естественно, с таким огромным колебанием укладка слоев будет точно неравномерна. И точно так же будет неравномерно укладываться каждый слой. Один толще, второй тоньше. Где-то недоэкструзия, где-то переэкструзия. Теперь, друзья, очень важный момент. Нужно понимать, из-за чего возникают колебания температуры. Если вы, например, заменили термодатчик или внесли какие-то изменения в прошивку, то естественно вам нужно проверить, чтобы конфигурация термодатчика в прошивке соответствовала номинальному значению вашего термодатчика. После этого обязательно нужно сделать пит-калибровку для того, чтобы правильно откалибровать термодатчик в пределы номинальной температуры. Но, к сожалению, не всегда проблема заключается именно в термодатчике или настройках прошивки. В моем же случае, как я рассказывал в предыдущем видео, проблема была именно в нагревательном блоке. Отверстие под термодатчик в нагревательном блоке оказалось слишком большим, а диаметр самого датчика значительно меньше. И поэтому внутри он плохо соприкасался со стенками. Температурные показатели передавал неправильно. Из-за этого возникали колебания температуры и, естественно, горизонтальные полосы на модели. Решить эту проблему можно легко, или заменив нагревательный блок, или же рядышком просверлить нужного диаметра отверстия, или же обмотать, например, термодатчик медной фольгой, смазать термопастой и вставить. Таким образом мы получим максимально эффективную теплоотдачу между термодатчиком и нагревательным блоком. И в результате чего температурные показания будут максимально точны. Но это, друзья, еще не все. Горизонтальные полосы могут возникнуть не только по температурным проблемам, но еще по механическим. Ну, к примеру, у вас стоит какой-нибудь BMG экструдер или же титан, у которого кривые шестеренки, они нарезают овал. Где-то филамент поджимается, где-то не дожимается. Где-то могут быть еще какие-нибудь подтирания, люфты фитингов и так далее. И все это может, конечно же, приводить к тому, что пластик будет неравномерно укладываться. Где-то выдавливаться его будет больше, где-то меньше. Поэтому, друзья, не исключайте такой возможности и проверяйте все механизмы в целом. И вот теперь, друзья, мы практически полностью разобрались с горизонтальными полосами. Почему они появляются, какие причины и что с этим делать. Но сейчас мы возвращаемся к дефекту печати воблинг, который точно так же похож на горизонтальные полосы. В результате воблинга на модели появляются неравномерные полосы. Но в данном случае это не проблема температур, не проблема кривизны хотенда или подающего механизма. Это проблема механики оси Z. В 90% принтеров из Китая, да и не только, используют Т-8 винты, на которых накручивается обычная Т-8 втулочка, латуневая. Во время печати Т-8 винт проворачивается на определенный угол, тем самым приподнимая на нужную высоту слоя. В данном случае у меня используется 4-х заходной Т-8 винт. За один оборот он поднимает на 8 мм. Наш винт поворачивается на достаточно маленький угол. И от качества комплектующих Т-8 винта и самой втулки зависит тоже очень многое. Что будет, если вал окажется кривым? Естественно, он у нас будет крутиться вот так. И некоторые думают, из-за того, что вал будет нарезать овал, втулка будет отгибать нашу каретку в стороны. И поэтому будет происходить смещение слоев. Но если вы присмотритесь на модель, то вы заметите, что смещение происходит по всему контуру. Это значит, что кривизна вала не так влияет на появление воблинга. Ну и к тому же не стоит забывать, что каретки у нас зафиксированы очень жестко относительно профилей. И их смещать в стороны невозможно. Поэтому причина возникновения воблинга из-за смещения кареток абсолютно неверная. Но при этом хочу отметить, что кривизна вала все равно влияет на появление воблинга. И здесь основным виновником является как раз не вал в большей степени, а сама втулка. За счет ее свободного хода, а именно люфта. Вот, пожалуйста, перед вами втулки от разных производителей. Обратите внимание, какой люфт. Здесь немножко меньше. Здесь почти вообще нет. А здесь люфтит просто ужасно. Итак, друзья, как это работает? Наш винт закреплен на принтере в двух точках. Внизу это муфта с мотором, где она выполняет функцию соосности. А вверху именно самой втулкой. Втулка жестко крепится к раме нашего портала. Если наш винт оказался кривым, он, естественно, начинает нарезать вот такие вот овалы. Но так как втулка зафиксирована жестко на каретке, смещение в стороны у нее невозможно. Потому что они дадут ролики Open Build и сами вертикальные профиля. Поэтому у втулки остается единственный выход. Это сместиться или вверх, или вниз. Вниз не даст нагрузка, потому что портал висит просто на Т8 валу. А может сместиться вверх. За счет люфта, который мы с вами определили в этой втулке. Этот люфт может составить и 0,2. А может и больше. Все зависит от качества самой втулочки. При таком боковом давлении на втулку она приподнимается вверх. У нас на модели идет недоэкструзия. И слой один проваливается. И конечно же на калибровочном кубе у нас появляются горизонтальные полосы. С очень четко выраженной волнистостью. Одним из вариантов решения данной проблемы является установка антивоблинговой втулки. Она представляет собой две втулочки, между которыми установлена обычная пружина. Пружина раздвигает эти две втулки, создает напряжение и тем самым выбирается люфт. Но мы должны понимать, что вес нашего портала в разы больше, чем мощность этой пружины. И к сожалению такое решение не всегда вам поможет. Поэтому я, например, полностью отказался от антивоблинговых втулок. Мне они показались не особо эффективными. Мне кажется, друзья, что самым правильным решением это будет заменить полностью всю сборку. Именно вал плюс Т8 втулка. Чтобы она не люфтила и чтобы вал был ровный. И тогда никаких проблем у вас с воблингом не будет. Но это, друзья, не единственный способ, как избавиться от воблинга раз и навсегда. И самым лучшим способом является установка лифтообразного подъема оси Z. Такой конструкцией пользуется мой коллега, друг и соратник по 3D-печати Дмитрий. У него есть свой канал Метафан. Кстати, парень очень толковый и умный. Он создал более 11 действующих принтеров. Делает также их под заказ. Перед вами как раз один из самых маленьких принтеров в его ассортименте. Конструкция действительно выглядит продуманно, очень толково, интересно. При этом комплектующие используются очень качественные, хорошие. Но самая главная себестоимость такого принтера выходит практически такая же, как китайский. Но различие в том, что китайский собирают из хлама. А здесь реально очень серьезный агрегат. Но больше всего в этой конструкции меня подкупил именно сам лифтообразный подъем оси Z, который реализован на замкнутых ремнях с обоих сторон. При этом регулировка ремней производится с помощью верхних натяжителей. А синхронизация между левой и правой стороной кареток осуществляется соединительным валом. И за счет редукторной передачи мы получаем правильную и точное позиционирование оси Z. Я считаю, что такая конструкция действительно одна из самых интересных и самых перспективных. И я планирую использовать на своих самосборах и других конструкциях и принтерах. В любом случае, друзья, я желаю только успехов Диме, потому что он делает очень хорошее дело. Подписывайтесь на его канал, ссылочку скину под видео в описании. Надеюсь, друзья, это видеоэкскурсия по дефектам 3D печати вам понравилась. Не забывайте, что под видео очень много полезных ссылок из Китая. А с вами был Макс. До новых встреч. Пока!